Ребят, на сайте ClashKing можно приобрести недорого гемы в Clash Royale. Также здесь есть очень прикольные сундучки, где можно выбить лего, можно выбить аккаунт, можно выбить гемы. И много чего интересного по доступным ценам. Также я на каждом стриме разыграю бесплатные промокоды, введя которые вы получите игровую валюту совершенно бесплатно на этом сайте. Поэтому нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать стримы. И также здесь очень интересные мини-игры, где вы можете играть друг с другом. Обязательно переходите на этот сайт, ссылочку на него я оставлю в описании. С каждым вашим лайком и с каждой вашей подпиской и апой, все выше и выше. В общем, надеюсь, вы меня поддержите. Почему я уверен в этом сезоне? Потому что он намного дольше будет идти. Так как предыдущие все сезоны были 20 дней. Ну там 20 с чем-то, я не сильно на это обращал внимание. Этот сезон длился 30 дней. Ну точнее он длится 30 дней. И спустя 10 дней уже все сидят на 5500. Для сравнения в предыдущих сезонах, все сидели на 4600, 4500, 4700. Где-то в этом интервале. Такое точное количество времени до конца сезона. Сейчас, естественно, все сидят намного выше. Соответственно, и шансов побольше. Если будет прям вообще изич взять 5500, будем идти на 5800. Ну, в общем, посмотрим. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои стримы. Сегодня я буду играть колодой с големом. Это реально очень дешевая дека. Хотя я показывал еще дешевле деку. 3.9 эликсира. Вот она, да. 3.9 эликсира. Но эта дека тоже мне очень понравилась. Тут, во-первых, 3 вида мышей. Ну, миньонов, мышей. Блин. Я не знаю. Вы вот иногда обижаетесь на то, что я называю летучих мышей миньонами. Либо наоборот. Но какая разница, ребят. От этого как бы... Ну, да, им дали свое название. Но они похожи с миньонами. Просто они убиваются запом. Я иногда путаюсь. Надеюсь, вы не будете к этому придираться. Я этой деке проиграл. Хочу сыграть с ней. Не знаю, на что она способна. Но это реально очень дешевая дека. И, блин, я вот с Хоком играл. И меня на Изи задефали. Хотя Хок... У меня 2.9 эликсира. Давайте посмотрим, на что эта колода способна. И, в принципе, предлагаю перейти в онлайн атаки. Итак. 12 уровень нам подбирается. Я опять повторюсь. Я пару дней не играл в глобале. Не знаю, что тут проще стало или нет. Я думаю, что и вы в этом сезоне, ребят, возьмете какой-то свой рекорд. И вам это искренне желаю сделать. Если вы хотите. Да, давно не апали там новую лигу. Либо новую арену. Я думаю, что в этом сезоне у вас должно все получиться. Поэтому тоже вам желаю удачи, ребят. Так. Буду вас поддерживать новыми выпусками, новыми колодами. Кстати, вот против меня сейчас Хок. Вот я надеюсь, что я его выиграю. Потому что я лично Хоком проиграл этой колоде. Так, хорошо. Мы задефались. И сейчас я поставлю второй уже сборщик. Ставим второй сборщик. Так, мушкетер. Ну, мушкетера задефаем мы ордой миньонов, наверное. Хотя, не знаю. У нас снова... Смотрите, снова аттащит мой сборщик. Непонятно зачем, для чего. Так, давайте бревно использовать на мушкетера. Хорошо. Ну и, в принципе, уже можно ставить голема, по сути дела. Хотя, еще целая минута до удвоенного эликсира. Не знаю, ребят. Не знаю. Нет, думаю, еще подефаться. Еще один сборщик поставить. Давайте, знаете, как сделаем? Давайте орду миньона выбросим. Хорошо. Должен фаербол полететь. Нет, он использует зап. Ну и окей. Что, если он использовал зап? Что мне выбросить? Давайте банду гоблинов сплит. И поставим... Угу. Тут у нас миньончики пойдут. Хорошо. Так, блин, знаете, он сейчас может фаерболом просто нести двух зайцев. Ну ладно, я все равно поставлю к этому сборщику мой второй коллектор, так как я не хочу пропускать урон по вышке. Ну, по правой вышке. А он может это сделать сейчас. Так, давайте вот таким вот образом дефаться. Хотя можно было бы одним бревном задефаться, но все равно, смотрите, мы его развели на зап. Ну что ж, самое время ставить голема. Ставим голема. И сейчас будет пуш. Так, тут банда гоблинов. Да, это реально дека очень хорошо дефает Хога. Хотя я не понимаю, почему он по сборщику не наносит урон. Ну там, фаерболами, например, да? Так. Ну и свою колоду тоже я не до конца понимаю. Знаете, так какая-то она нестандартная. Так, ну давайте здесь летучих мышей. Мышей, окей. Здесь у нас полетят орда миньонов. Торнадо. А, у него торнадо. Тут фаербол, естественно. Мы ставим еще одного голема. Ставим еще одного голема. Выбрасываем сейчас банду гоблинов. Выбрасываем трех миньончиков. Можно было бы и бревно использовать, но пока его не буду. Не буду это делать. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Летучих мышей под торнадо. О, нормально, нормально. Так. Пошли орда миньонов. Но это должен быть снос вышки сейчас. Давайте выбрасываем ракету наперед. Да, в принципе, там и без ракеты мы забрали ее. Ну и все, в принципе. 12 секунд до конца поединка. Что мы? Мы сейчас поставим сборщик вот так вот. И все. И это победа. Да, эта колода неплохая. Ну не знаю, как она будет там против палача, например. Я думаю, что кок палач плюс молния. Ну, которая дека с молнией. И я думаю, что вряд ли она зайдет. Хотя ракетой можно убивать палача. В общем, не знаю, ребят. Ну, мне понравилось. Мне понравилось. Хотя, я думаю, куда лучше взять вместо той же орды миньонов, к примеру, ведьму. К примеру, ведьму реально. Ладно, поиграем еще с ней чуток. Если проиграю, заменим орду миньонов на ведьму. Хотя, возможно, так и надо. Я взял, просто скопировал эту колоду. Я люблю тестировать, экспериментировать, вносить разнообразие в эту игру. И не люблю играть с шаблонными популярными колодами. И вам советую также составлять авторские деки. Тестируйте разные связки. Возможно, именно вы составите топ-колоду какую-то. Просто все смотрят в тренд, в ТВ-Рояль, на ютуберов, что они снимают, какая колода популярна, с такой они чисто и играют. Популярный хог, все играют с хогом. Я понимаю, что на что прокачка позволяет... Блин, стоп. Это мне испытания сейчас должны зайти фармить. Извиняюсь. Зато на что прокачка позволяет вам использовать... На что прокачка вам позволяет использовать карты, то вы используете. Но все-таки прокачивайте не только, допустим, хога. Играйте с гигантами, с големом. Это тоже интересно. И прикольные пуш-колоды можно делать. Но с гигантом не всегда, а вот с големом... Как правило, все пуш-колоды получаются. Так, давайте здесь миньонов. У нас три вида мышей. Так, по идее, должны сейчас дефать. Ну давай стрелы, я уже жду стрелы. Ну блин, вот они стрелы, отлично. Шарик мы пропустим. Все равно, как бы я не дефался, там слишком много всего. И поэтому одну тычку шарик делает. Но не беда. Вау, две тычки шарик делает. Не, вот это уже беда. Это уже беда. Там сборщик. После этого мне должны сделать 12 побед в Гранде. Поэтому надеюсь, что будет следующий видосик с новой колодой. Лайк, если ждете продолжения этой рубрики. Кто не в курсе, то мне часто фармят испытания на 12 побед. И я часто показываю разные колоды вам с этих испытаний. Поэтому надеюсь, что следующий выпуск именно будет про это. Ставьте лайки, как можно больше. Вы вот иногда жалуетесь, да, в комментах, что ты постоянно просишь лайки за весь выпуск. Ты много говоришь, поставь лайк. Да, но блин, сколько бы я ни просил, все равно мало людей ставит их. Хотя я понимаю, сейчас лайк это... Вообще, в априори, лайк это оценка видео, да. Это никак не подпишись на канал, выпадет лего там или еще что-то, как все любят говорить. Понимаю, что если вам видос не нравится, вы лайк не ставите. Но иногда я вас прошу это сделать, потому что это очень мне важно и это мотивирует. Реально очень мотивирует. Что-то я проигрываю, ребятки. Что-то я проигрываю здесь. Так, давайте банду гоблинов. Так, орда миньонов. Блин, печалька, печалька сейчас. Хорошо, задефались. Так, нужно ставить голема сейчас. Нужно ставить голема. Давайте его ставить. Так, 22 секунды он ставит сборщики эликсира. Пускай ставит. Так, полетели у нас сейчас миньоны. Летучие мыши. Летучие мыши. А следом миньоны. Также полетит банда гоблинов у нас. Отлично. Тут у нас орда миньонов. Хорошо. Так, стрелы отлично, отлично. Ну, блин, как отлично? Для меня нет. С его стороны, да. Для него это хорошо. Так, давайте поставим сборщик. Ставим сборщик. И мне нужно кинуть в ракету. И все, я победил. Я победил. Я победил. Блин, да там бревна хватило бы. Там хватило бы бревна. Но я все равно. Ничья. Вау, мы одновременно снесли вышки. Такое редко встретишь. Но у него стоит сборщик, вы понимаете? Кто стоит сборщик? Это очень хорошо с другой стороны. Ладно, ставим голема. Ставим голема. Пошла банда гоблинов. Срочно снести мини-пеку. Пеку срочно снести. Отлично. Сейчас мегамуху еще снесем. Так. Стрелы потратил. Отлично. Давайте пользоваться этим. Ну, по идее, у меня шансов побольше сейчас выиграть. Все равно. Давайте бревно. Бревно наперед. Я, в принципе, мог бы выиграть уже, если бы кинул бревно, а не ракету. Я просто не посмотрел, сколько хитпоинтов. Я бы мог добить бревном предыдущую... Предыдущую вышку. Так. А сколько мы сыграли с этой колодой игр? Одну, да? А нет, две уже. Ну, давайте, по традиции, последнюю, третью каточку. Я говорил, если проиграю, возьму ночную ведьму. Ну, я не буду этого делать, так как колода оставлена не мною. Редактировать я не хочу. Это тест, это эксперимент. Мне нравится. Прикольно. Просто я еще плохо пользуюсь ракетой. Так, 12 уровень. Сборщика у нас нету. Поэтому нам придется ждать какой-то ход от противника однозначно. Нам не вариант выбрасывать ни миньоном, ни голема. Потому что следующая карта у нас... Даже следующая карта у нас не сборщик. Но сейчас, естественно, нам нужно выбросить миньонов. С краю карту рыцарь. Это может быть мортира, что плохо. Потому что я не умею дефать мортиру. Может быть хог, что не сильно плохо. Потому что хога этой декой, как показала практика, очень легко сносить. Но сейчас посмотрим. Возможно, легко сносить те, кто умеет. А я-то не умею. Смотрите, какая орда летит миньонов. Так, торнадо, да, у нас. Значит, торнадо вместо пушки, там, вместо... Вместо... Вместо Теслы, да. Ну, в принципе, для голема торнадо не сильно страшно. Хотя лучше бы пушка была. Окей, давайте сливать банду гоблинов. Сливаем банду гоблинов. Можно было бы поставить, конечно, голема. Я не знаю. Давай рыцаря, блин, я выброшу ракету. Мушкетер, отлично. Я выброшу ракету. Давай, подходи, мушкетер. Отлично, подошел к вышке. Я выбросил ракету. Замечательно. Сейчас полетит орда миньонов, которая задефает и гоблинов, и рыцаря, и хога. И всех-всех подряд. Вот она, орда миньонов. Готовим бревно, если там будет еще что-нибудь. Ах ты, блин, успел, успел ледяным духом. Нужно было орду миньонов чуть подальше выбрасывать. Но все равно у нас много разновидностей воздуха, поэтому зап он либо тратит на миньонов, либо тратит на летучих мышей. Но лучше, конечно, выбрасывать летучих мышей сначала. У меня под цикл их не было. Ставим еще один сборщик. Пока я больше урона пропустил. Сейчас 18 секунд удвойного эликсира. А сейчас, по идее, я должен его нагнуть. Давайте миньонов. Сейчас снова будет ледяной дух плюс зап. Но у нас еще есть банда гоблинов, которая... Смотрите, как хорошо дефает, так как он потратил... Ну, блин, как хорошо дефает. Осталось у нас 300 хитпоинтов. Слушайте, я предлагаю снести его сейчас правую вышку, потому что он, по идее, должен сейчас перейти на нее. Давайте бревно потратим. Тратим бревно, чтобы он не забрал в мою сторону. Фаерболом он добивает мой сборщик. Я не в восторге от этого. Словно. Так. Добивает он еще хогом. Блин, я как-то вначале сказал, хога легко задефать, и в итоге ему проигрываю. И, наверное, проиграю. Потому что 33 секунды осталось. У него цикл быстрый. Он сейчас до фаера уже прокрутился. Плюс торнадо есть, все дела. Да, да, я здесь проиграл. Могу второго голема поставить, но смысла нету. Давайте ставим второго голема. Здесь у нас полетят миньончики. Просто если он сейчас грамотно использует торнадо, то все, это гг. Да, я тут, блин, проиграл. Еще хочу одну каточку. Недоволен игрой своей. Доволен. Хотя давайте кинем ракету наперед. Возможно, возможно, еще успею. Нет, не успею. Но чуть бы побольше было времени, я бы, возможно, выиграл. Ну, я не знаю, где я затупил. Наверное, не нужно было мне фишировать этими сборщиками. И сказать прокрутки колоды своей. Ребят, сыграла только что в ничью. И понял, что реально не хватает здесь молнии. Ракета это круто. Но калемам такое себе сочетание. Молния будет получше. Так как молния бьет по трем целям на очень большой дистанции. А ракета у нее радиус очень маленький. Поэтому возьму молнию и посмотрим, что с этого получится. И вот как раз почему я всегда прошу досматривать видео до конца. Потому что в конце, ребят, могу подытожить. Вначале сказать про колоду что-то хорошее. Вот мне она понравилась. А в конце я могу сказать, вот мне не нравится эта карта. Нужно ее заменить. И это, в принципе, некоторым помогает. Поэтому всегда смотрите ролики до конца. Так, у него гоблинская бочка 8 уровня. На удивление. Потому что сам он 12 уровня. Принцесса у него 3. Даже не 4, а эпик 8. Как-то странно он перекачан. Но этот спеллбет меня радует тем, что у него фаерболл, а не ракета. Так, ладно. Давайте сейчас крутиться. Крутиться до второго сборщика. И ставить его вот сюда. Ставим его вот сюда. Так, банда гоблинов пошла. Готовим сейчас бревно. Так, куда полетит бочка, я не знаю. Давайте здесь орду миньонов. Используем орду миньонов. Я думаю, бочка летит на сборщик эликсира. А нет. Ай, бревно не надо. Бревно зря потратил. Да. Так. Если бы хватило эликсира, я бы потратил еще и молнию. Но не хватает. Возможно и хорошо. Так бы, блин. Так бы слил много элика. Так, давайте 3 миньонов. Тунц забираем принцессу. И нам еще одну карту слить. И мы поставим еще один сборщик. Ставим сборщик вот сюда. Хорошо. По сборщикам я... Ой, по эликсиру я должен быть в плюсе, когда будет время двойного эликсира. Ну, посмотрим. Так, рыцарь у нас справа. Давайте использовать... Ой, бревно. Я знал, что гоблинская бочка летит немного не на вышку. Поэтому как-то бревно так и кинул. С радиусом чуть пониже. Так. Ну все. Время двойного эликсира. Пора. Сейчас будет принцесса, конечно, которая, блин, которую нужно контрить. Но у меня уже есть за два эликсира летучие мышки, которые сейчас спокойно ее задефают. Тунц. И все. Одну тычку только она нанесла. Но сейчас будет сложность в том, что еще у него... Вот, кстати, если бы была ракета, у меня бы не получилось сейчас пройти. А с помощью молнии у меня это все дело получится. Смотрите. Используем сейчас молнию. И все. И инферны нет. Хотя все равно, по-моему, голем сдохнет. Так. Голем умирает. Так. Давайте здесь еще одного голема. Но все равно лучше, чем ракета. Намного. Давайте тут мышей использовать. Тут у нас три миньончика. Тут орда миньонов. По идее, сейчас стрелы должны полететь. А нет. Фаер. А, у него нету стрел. У него нету стрел. Будем этим пользоваться. Окей. Бревно. Бревно. Блин. Нет. Рано. Ой. Вообще ненужное бревно. Вообще бестолковое. Бесит меня. Все бесит. И походу и эта каточка будет на ничью. Да ну нет. Давайте ставим еще одного голема. Так. Бочка. Значит, здесь три миньона. Так. Здесь у нас. Сейчас орда миньонов пойдет. У него нету стрел. Вот что я понял. У него нету стрел. Так. Хорошо. Забираем его. Инферно. Сейчас, по идее, будет бревно. Да. Я не пользуюсь. А, блин. Ну, не заходи ты на аккаунт. Как меня это бесит. Молнию. Давайте использовать молнию. Так. Здесь так. Плюс бревно. Отличное бревно. Забрали банду. Так. Но, блин. Нужно докрутиться до еще одной молнии. Нужно крутиться до еще одной молнии. И я победил. Ух, блин. Еле записал этот выпуск. Было потно. Но интересно. Честно. Я не превозношу эту колоду. Не говорю, что она прям мега крутая. Очень тачерская. Нет. Дека просто интересная. Ее можно, конечно, за что-то критиковать. Можно за что-то похвалить. Она-то относительно недорогая. Относительно. Ну, по большей части фан. Мне вот нравится то, что здесь три вида мышей. Можно заменить там ночную ведьму на орду миньонов. Можно бандитку сюда взять. Можно грома. Можно все, чему вам угодно. Все, что душе угодно. Берите. На что хватит фантазии. Колод много. И связок много. Но ракета здесь реально не подходит. Нет. В колене вам лучше молнию. Ну, это мое личное мнение. Можно из ракеты играть. Но мне кажется, молния куда будет лучше. На этом буду завершать. Ребята, надеюсь, вам выпуск понравился. Подписывайтесь на мой канал. Скоро будем апать 5500. Приходите на мои стримы. Желаю вам удачи. Хорошего настроения. До новых встреч. И всем, ребятки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok